58 генный ключ. Дар, жизненность, радость, служение. Принимая себя как человека, вынужденного постоянно искать удовлетворение в будущем, вы полностью меняете свою жизнь. Глубокое понимание переводит вашу жизненную силу в новую фазу. Этот процесс начинается по-настоящему, как только вы разумом постигаете тяжесть своего положения. Затем понимание становится интуитивным и, наконец, проникает в самую сердцевину вашего тела, в ДНК. Когда принятие достигает этой глубины, оно вызывает явление, которое можно назвать атомным разрывом. Энергия, искавшая выход в недовольствие, разворачивается обратно и вливается в атомарные структуры тела. В результате происходит нечто вроде взрыва внутренней жизненной силы, вызывающего необычные физиологические микропроцессы. Короче говоря, вы вновь становитесь самим собой. На чистоте дара энергия, ранее ощущаемая как недовольство, начинает превращаться в радость. Такая радостность присутствует в каждом из нас и является ничем иным, как беспрепятственным выражением жизни. На этой стадии индивидуального развития в человеке прорывается нечто странное – эволюционное побуждение к самоосознанию. Жизнь хочет осознавать себя безгранично свободной. Так начинается внутреннее разотождествление. Все яснее понимая, что будущего на самом деле не существует, вы перестаете проецировать на него свою жизненную силу. Ваш ум успокаивается, как будто длиннее становятся паузы между мыслями. Так же меняется отношение к будущему. Вы понимаете, что оно не зависит и никогда не зависело от вас, а поддерживается коллективной силой, для которой вы всего лишь мгновенное выражение. Углубляясь, это понимание уменьшает беспокойство по поводу происходящего с вами, хотя частично вы все еще остаетесь обеспокоенным. Все эти изменения внутреннего отношения вызваны сменой на атомарном уровне направления витальной силы, поддерживающей жизнь. Увеличение жизненности означает по-настоящему большую свободу. Независимо от того, насколько старым и дряхлым может быть ваше тело, возрастающая радость вновь подарит ощущение молодости. Вы счастливее без всех видимых причин. Такой силе требуется выход в мир, и самым естественным путем для нее становится служение людям. Однако, в отличие от 58-й тени, этот дар не пытается помочь, чтобы удовлетворить собственное недовольство, и мешая таким образом естественному органическому движению. Напротив, дар жизненности эмпатически знает, как согласованно взаимодействовать с жизненными процессами. Жизненность всегда распознает жизненность. В особенности, искусно она помогает освобождать заблокированную витальную энергию. Фактически, простое присутствие таких людей может вызвать увеличение энергетического потока через систему. Эти принципы применимы к любой сфере деятельности. От исцеления физического тела до конструирования мостов и даже для повышения прибыльности бизнеса. 58-й генный ключ принадлежит кольцу поиска или кодоновой группе, кодирующей аминокислоту серин. Каждый из генных ключей этой группы создает в человеке определенное давление. Вместе эти шесть видов давления заставляют вас искать разрешение вашего внутреннего стремления. Поэтому любой поиск отчасти вызван неудовлетворенностью и в конечном счете всегда приводит во внутренний мир. Именно этот разворот внутрь открывает и делает доступными огромные запасы живучести, когда вы достаточно ослабляете напряжение. Вы прекращаете поиски, увидев, что это просто жизнь, которая ищет саму себя. Поскольку уменьшается внутреннее давление, витальная энергия становится более чистой и сияющей. Многие из тех, кто пробудился таким способом, фактически проходят некий исцеляющий кризис, поскольку энергетическая матрица тонких тел возвращается в нормальное состояние. Это может быть временем значительного физического преобразования. Но прежде всего 58-й дар является неудержимой силой, и однажды, приведя ее в движение, вам не удастся развернуться обратно. Поскольку 58-я тень – это единственная тень, которую невозможно подавить, когда частота этого генного ключа попадает на уровень дара, события в жизни начинают происходить с молниеносной быстротой. Мало того, что жизнь обретает новую форму, вас захватывает еще более глубокий процесс – процесс движения в сердце. В этой крайне заразительной фазе вы учитесь действовать в гармонии с окружающей средой. На коллективном уровне этот дар очень силен, поэтому когда-нибудь он объединит человечество для достижения высшей цели. В некотором смысле он уже делает это по всему миру, и современное направление на глобализацию является тому примером. Будущее человеческого развития действительно подчинено идеалу служения. Когда-либо служение станет основой любого бизнеса, экономики и управления, поскольку человечество понимает, что это действительно лучше для всех нас. Мы ищем личного довольства, а оно тесно связано с довольством, неустанно создаваемым 58-м даром на коллективном уровне.